Продолжение следует... ...информация, которая приходит с нашей страны по нервному человеку. Напомню вкратце об Азатской пещере, о том, с чего тут все началось. Ну, надо сказать, что, конечно, понадобилось властям Кемеровской области раскрутить эту дону, привлечь туристов, это все понятно. Но дело в том, что на волне этого интереса и мы получили, как говорится, большое подсорье. Начиная с 2009 года, меня приглашали туда, в Кемеровскую область, в 2010 году. Вот из Космопоиска было предложение тоже, ну, был Довгашей там. И в 2011 году мы провели международную конференцию. С провели приглашением специалистов из пяти стран. Но приглашали-то больше, порядка девяти стран, включая там Китай, Моголь, Австралию. Но эти люди в последний момент не смогли приехать, поэтому ограничивались пятью. Это просто вот обстановка тех мест, река Брасул, по которой приходится добираться в эту пещеру. И, кстати, каждый наш приезд туда обязательно, в каждый приезд находились что-то. Вот здесь вот мы, после того, как мы на лодке проплываем, там по лесу приходится проехать на вот этом вездеходе. И вот перегородила дорогу упавшая сосна или лиственница. Пришлось там ее рубить, очищать это место. Когда я был в 2009-2010 году, ну, я нашел эти самые конструкции лесные, структуры. Изогнутые, там переплетенные и так далее, скрученные. Но они были не очень убедительные. Для меня это было ясно, что да, это дело рук снежного человека. Потому что я уже с 2002 года этим, именно этим вопросом занимался. Вот на подходе к пещере примерно за 100 метров, за 70 метров. Вдруг он, Фокин Анатолий, это из Гиросской области, он участником был этой конференции. Он обнаружил вот эти самые две арки, две параллельные арки. Рядом они, вот видите, и из двух деревьев, и верхушки сплетенные, там оплетенные бетлями. Была уже осень, это было октябрь, 5-7, 6-7 октября. И листвы уже не было, а вот там видно, вот знаете, вот там навернутые, это самое, листья, ветки высохли, они не опались. И вот вторая, там буквально полуметре, вторая арка. То есть это был просто, я это расценил как подарок со стороны снежных людей нам. Потому что до этого таких конструкций я там не находил. Хотя я там бывал, в лесу много ходил, но ничего подобного не находил. И для сравнения хочу вам показать то, что в Ленинградской области с ребятами, боеводик, я к ним ездил. Вот смотрите, вот такая же арка, она сделана, одно дерево, это рябина, идет вот слева, вверху, что вот здесь она. А второе деревце, березка молодая, вот здесь была. И все это подоткнуто вот этим ковом, березовым ковом с крючочком. Видите, вот здесь сучок. Вот этот крючок, он соединяет два дерева, то есть вот рябину и березу. И образовалась вот такая вот дуга. Вот сын мой изобразил, так сказать, схематическое устройство вот этой арки. Вот обратите внимание, довольно интересно все это. Вот воспроизводок просто убрал лишнее. А вот это тоже интересная деталь. Смотрите, там вот такой сучок был, а под него, задвинут, тоже вот такой вот крючочек, как бы специально повесили вот эту детальку туда. Вот для чего все это служит, я не знаю. Ну и самой пещере. Я вот сколько раньше был, я даже очень скептически относился к тем рассказам, разговорам, что там какие-то следы. И вдруг мы обнаруживаем довольно четкий след, след, причем достаточно широкий, и он абсолютно такого же размера, как вот у нас американские следы есть. Значит, насколько все были возбуждены, там, удоражены, я даже забыл измерить поначалу. Когда уже все стали уходить, я вернулся, положил нож и сфотографировал для моща. Здесь вот длина ножа 12 сантиметров, значит, ширина ступни 16 сантиметров. Но я сравнил с теми следами, которые у нас имеются в распоряжении, получается, что длина ступни могла бы где-то 35-38 сантиметров. И там, что интересно, вот еще след. А вот Фокин, тот же самый Фокин, вдруг увидел там волосы на одном из следов. И эти волосы, естественно, мы собрали. Часть отправили, отдал я Сапунову, профессору, который тоже был там с нами, а часть взял с собой, чтобы исследовать в другом месте. Вот рядом с этими следами вот такая лёжка была обнаружена, папоротником выстланная. Тоже там вот такой вот глаз в боковой стене. Туда мы не залезали, естественно. Ну, несмотря на то, что там довольно острые камни были, довольно толстый слой папоротника, и поэтому было довольно уютно там, было комфортабельно лежать. Значит, когда приезжали японцы, они даже залезли в этот лаз туда-то дальше, там вглубь, но он сужался, и поэтому я остановил их, говорю, не надо, а то это опасно, неизвестно, куда мы с вами попадём. А вот вторая арка, тогда же, когда это была конференция, где-то уже на подходе к горе Каратак, в другом месте, там же, в Кемеровской области. Я на этой горе как раз и первый обнаружил конструкцию. Но одно дерево оказалось не очень гибкое, и оно сломалось при приготовлении этой самой арки. Вот здесь упало большое дерево, пихта и переписленница, и там было устроено убежище. Почему устроено? Потому что явно сверху накидали ещё каких-то принесённых обломков дерева. А перед ней, вот перед входом, опять же, вот смотрите, взяли вот это дерево, загнули и подоткнули вот под этот длинный стучок, который на живом дереве. И вот я вам, для примера, опять же, приведу арку из Мичигана. Вот смотрите, какой высоты, тоже из двух деревьев сплетённые, где-то больше 4 метров, 4,5 примерно высота. И вот это вот, когда я пригляделся, оказалось, что она перевёрнута вверх ногами, вверхнута в землю, а вверх вплетён вот в эти самые, в эту дугу. Вот показанная труба, в фотографии вот этого переплетения. Вот смотрите, здесь одно, справа, вверху двое, и вот это вертикальная джердь. Довольно тонкий ствол, он перевёрнут вверх ногами. Для чего, опять же, я не могу сказать. Вот, и ещё один случай. Вот мне написало письмо жительницы города Торстагол. Однажды, это было в 2005 году, с ней произошёл такой случай. Она сидела в машине, вот примерно в этом месте машина стояла. Это мы приехали с итальянцем, это машина, это их, скажем так, как служба уже. Вот, она сидела вот в этой машине, ночью они ночевали на этом месте. Ну, это место, такое излюбленное место отдыха, вот это не было перекопанной земли. И она справа сидела, и высунув локоть из машины, и вдруг, часов пять утра, она проснулась, и кто-то её погладил по руке. Она открывает рука, стоит волосатая, огромная фигура, серого цвета волосы, или шерсть. И, когда она очнулась, так сказать, проснулась, то эта фигура спокойно ушла, вот в том направлении, к тем кустам. К тем кустам, и... у неё было желание такое выйти, но она остановилась, и не пошла. Просто просветила, что он ушёл туда, к этих кустам, и удалился. И вот мы в этом месте были как раз в прошлом году летом, засняли эту ситуацию. Да. А кто-то из сопроводавших нас говорит, а давайте посмотрим, что там, куда-то мы тоже что-нибудь найдём. У меня как-то даже мысли так не пошло. И мы пошли туда. И самое интересное, что оказывается, действительно, мы там нашли подтверждение, подтверждение её слов. Я нашёл очень хорошие, загнутые ветви, заплетённые вот этот скейт. Здесь вот ветки были загнуты и заплетены. Одна, другая. Вот за этими лесами я их оборвал там немножко, но не очень удачно, потому что, ну, снимали на мою любительскую камеру. Я попросил кого-то, сняли это. Итальянцы-то снимали профессионально, а я вот так по-любительски не очень грамотно всё это сделали, потому что меня снимают. Ну, в общем, вот здесь вот мы нашли очень хорошую, такую переплетённую конструкцию. И ещё один случай произошёл. Вот 6 ноября уже выпал снег. Вот жители Каштагола, у них дача в Александровке. Сначала зимой я приехал. Я приехал 14 декабря, был снег глубокий, и когда я пошёл по той тропинке, по которой прошёл это существо, не тропинка, там нет, там целина была, но мне показал Юра, этот самый, Кунгушев, как он шёл, и я прошёл между двух кустов, и оба куста были заломаны. Я ему показал, он говорит, а мы на это не обратили внимания. Потом поднялись на гору, и там тоже были заломаны, куда он ушёл. А когда мы с итальянцем приехали летом, они уже обнаружили ещё залом. Теперь уже весенний, свежий, уже на другой стороне дороги, видимо, он шёл обратно и снова заломил. Вот здесь вот, вот показывает его жена, вот в кустах, молодой завод, вот это вот Оксана Жукова, ей 26 лет, она с другом ехала по дороге, по такой, которой мало пользуются, заброшенная дорога, остановились, чтобы поснимать. И вдруг, что они заметили? Какое-то существо удаляется, вот там довольно далеко, вот, вот по такой дороге, тропинке, зигзагообразной. Это не река, там никаких этих рыбок, ничего нет, это просто поле. И идёт вот эта фигура и тащит чего-то в руках, какую-то тушку. И они тут в замешательстве, а фотограф был у неё друг, она говорит, давай снимай, снимай, а он как это, в ступоре стоит, ничего не получается. Потом, наконец, сделал один единственный кадр, вот этот вот единственный кадр. Это произошло в марте 2012 года. Вот несколько увеличенный кадр. Ну, конечно, трудно разобрать, что там заолоту очень заинтересовался, кандидат наук, профессор, он и слезал, там начал фантазировать, что вот это существо, оно плохо, ещё не получилось толком ходить, поэтому ноги у него заплетаются. вот этот заолок, поляков Александрович. Так, ну и, наконец, мы подходим к съёмке, которую ребята, ребята делают. Но я не знаю, хорошо, что здесь звука нет, они идут и там во всю матеряются. Вот, они отдыхают, обычно там на берегу реки, вдруг они пришли на своё место, рядом с посёлком, и смотрят какие-то следы. Ну и решили пойти три мальчика, одиннадцати, двенадцати лет, пятый, шестой класс. И они по этим следам пошли. Ну вот, когда мы сделали стоп-кадры и остановили это движение, то видно, по началу я думал, что два раза прошли по этим следам. Я думал, что туда и обратно. Но мне потом подсказали, говорят, нет, вынос снега в одну сторону, обоих следов. И в некоторых следах видно, что в большом следе, маленький след, значит, шло два существа в одном направлении. И первый был большой, и он намеренно делал маленькие шаги, чтобы второму вступать в его следы. Видимо, малыш был, и он шёл, делал очень короткие шаги. И вот следы привели вот к этой гряде пустов, там поляна за этими пустами. И ребята остановились, здесь замешкались, они остановились, а потом смотрят, там фигура какая-то. Вот сам мальчик, который снимал, я с ним разговаривал, Женя, Анисимов, он говорит, я думал сначала, что какой-то мужик что-то он там делает. А потом смотрю, он такой большой, и полосатый, весь лохматый, да, он так сказал, лохматый. И мы испугались, говорит, и побежали. вот здесь надо обрабатывать, надо останавливать, надо анализировать это всё. Но уже поговорим с этим, да, прислал мне тоже Женя Евгений, шахтер на экскалаторщик, он прислал мне это видео, я это видео отправил администрацию губернатора Кемеровской области, а денежки, недолго думая, взяли и в этот самый, пустили в интернет, в сеть. Вот. Вот эта фигура, вот, вот там стоит. И когда они сначала, что такое, что такое, и вдруг эта фигура увидела их, и резко наклонилась, и в сторону. метнула. Примерно, я потом делал стонометраж, 12 секунд они снимали, эта фигура была на месте, не двигалась, ну, там шевелилась, но на месте. А потом резко двинулся, за 3 секунды, и закрылась, вот эта пускай, вот здесь она заладовалась. Ну, есть топ-кадры, вот она, и съемка, а не вижу. вот она, получается, сегодня обратно. Примерно. Примерно. Да, вот он, главное вот так, ну как, получается, вот стоять, а потом, когда он увидел, сразу резко вот так, наклонилась, и в сторону. Человек так и не будет выбегать. Ясно? А? Может. Ну, может, конечно, но дело, дело не в этом. Сейчас, еще завтра, и они побежали, вот, обратно, когда-то, после, после, на гайдер, и с кем-то, и с кем-то. Дело вот в чем, что, потом этот вот Евгений, подпашков, занимался, ну, тот, который мне приставил, я его попросил, я говорю, ну, пойди, сходи на то место, посмотри, хоть что-то, на выгарке. Так, я почему-то до конца, вы увидите, там поселок рядом, за рекой, вот, честно, не спорю. Он бежал, этот, сам, термобильник, он его просто не любил, бежал, бежал, что там, снимал, не снимал, не снимал, не снимал, не снимал, не снимал, не снимал. Вот это они пришли к тому месту, у них там подстилка, все, значит, а вот этот мальчик, Женя Анисимов, просто это, была такая фотография, одна единственная, которую я нашел. у него еще два маленьких брата, она там 8, другому 5 лет, а живут они с бабушкой, а отец через год не выдержал, не знаю, в общем, попавшил, что он видит с собой близко, вот, мальчик вообще скромный, так, но это было 21 января, в общем, снег был сыпучий, довольно холодно было, нас мог быть, потому что, несколько раз там, через этим, норка побила там 19 кур, у одной хозяйки, и они этих кур, это там уже прислал, прям взрослый, он, он говорит, что эти кур бросили на берегу реки, как раз там, где эти ребята начинали свой путь, а ребята, там, похулиганили, они взяли на деревьях повесили, а потом, когда вот они пришли, ни одной курицы нету, кур забрали, а потом повесил этот самый мешок с курами, там, ну, сейчас там очень быстро весна вошла в свои права, речка эта развелась, там все залило, он говорит, туда уже невозможно пройти, на эту поля, так что, только позже, если. Так, ну все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...